Привет, друзья! Меня зовут Евгений Денисов, и вы на канале OEMZAP. И сегодня мы поговорим уже в третий раз о том самом Sorento, который приехал к нам на вкладышах от Волги. Да-да, те, кто этого не видел, смотрите подсказку выше. Так вот, дело в том, что вместе с собственником мы оказались перед выбором покупать новый двигатель, совсем новый за какие-то космические деньги, либо покупать мотор контрактный. И в какой-то момент мы поняли, что, в принципе, на текущий момент мы пытаемся впихнуть в Sorento маленький подержанный Solaris, потому что стоимость всех манипуляций с этим автомобилем приближается к трем сотням тысяч рублей, и, скорее всего, эту сумму перевалит. Что касается двигателей, контрактный двигатель было принято решение покупать у сторонней организации. Сегодня мы поговорим о том, какие подводные камни могут вас ожидать на этом пути, особенно если вы не знаете о компании ровным счетом ничего, кроме информации, представленной на веб-сайте. И самый интересный момент. Как можно, покупая двигатель 2.4, в итоге поставить себе двигатель 2.0, получив КД вместо КЕ? Ну что, поехали! Мы отправили блок на промерку. Промерка показала, что блок негодный. Соответственно, было принято решение ставить либо новый, либо контрактный мотор. Так как в данный момент, учитывая наши все финансовые скачки на рынке, акций, цена нового мотора в сборе – это просто что-то заоблачное. То есть, там даже не буду называть эти цифры, это просто даже смешно. Можно машину неплохую купить за эти деньги, кстати. Так вот, клиент сам нашел контрактный двигатель. Двигатель продается как Rebuild. На него есть гарантия. Гарантия, если честно, как для меня, тоже смешная, потому что если мы делаем Rebuild, мы даем гарантию 25-50 тысяч пробега, километров пробега, и это либо полгода, либо год, люди собирают двигатель, дают на него гарантию 40 дней. То есть, звучит как поминки, да? Ну, как бы решение не за нами, решение клиентское. Все, как обычно, упирается в цену. Естественно, двигатель приехал весь собранный. У него стоят маркировки, обратите внимание, видите, меточки везде, то есть, что он не вскрывался. Вот, на нем есть какой-то свой серийный номер. Это мы как бы будем умалчивать. Самое главное, на что мы обратили внимание клиента, чтобы он проверил, что здесь будет указана именно маркировка двигателя G4KE. Потому что вот буквально в том вот углу, вон там вот стоит двигатель, снятый с такого же Kia Sorento, который был тоже контрактный, который был тоже Rebuild, и который продавался как G4KE 2,4 литра. И в итоге, когда дошло дело до полной дефектовки мотора, когда его установили, машина не перестала ехать, ей не хватало постоянно мощности, долго выясняли, что к чему. И как оказалось, что этот двигатель, пойдем покажу. Ну, можно там наждачкой почухать, то есть, это все было затерто. Вот, как оказалось, что этот двигатель G4KD 2-литровый. То есть, человека просто-напросто обманули. Этот двигатель на Kia Sorento, сами понимаете, он очень слаб для него. Он не едет. Он просто не едет. Он еле-еле передвигается. Соответственно, блок управления двигателем, топливные карты, все это настроено по 2,4. А этот двигатель 2-литровый. Он физически не может ехать. Он по-другому устроен. То есть, у него другой объем, у него другие настройки. И, опять же, вес автомобиля не такой же, как на Кспортаже, или на АИКСе, или на Тюксоне. То есть, Sorento, сами понимаете, намного тяжелее. Так же, как и Santa Fe. Поэтому на них и ставят завода только 2,4 двигателя. Вам совет, если вы вдруг берете контрактный двигатель, не попадитесь на обман. Дальше. Как вы помните, в прошлой серии, часть номер 2, мы перебирали коробку. То есть, мы ремонтировали полный привод. Мы установили новый корпус дифференциала. И, в принципе, у нас коробка, как видите, какая красивая. В сборе все. Осталось только ее поставить. И что теперь? У нас тут еще одна есть образовалась проблема. Но мы еще пока занимаемся в процессе ее решения. Проблема заключается в том, что данный двигатель, он собранный, его как бы разбирать нельзя. Потому что, опять же, повторюсь, здесь метки. И в этом двигателе нет датчика уровня масла. А у клиента на автомобиле этот датчик стоял. Хоть он был и поломанный. Насколько я помню, мы об этом говорили, что датчик сломанный, поддон нужно менять, он сгнил. В общем, сейчас мы собираем все, как есть. После этого мы постараемся программно избавиться от этой проблемы. Если у нас получится, мы это напишем в описании к данному видео. Если программно не получится, мы договорились с клиентом, что будем покупать два поддона и датчики переделывать все под уровень. Датчик уровня ему как бы не особо, как он сказал, нужен. То есть, единственное, что его раздражает то, что постоянно горит масленка желтая на приборной панели. Поэтому нужно как-то эту проблему решить. Обманку поставить на данный датчик невозможно, потому что датчик электронный, он хитрый, умный, и, в общем, обмануть его нельзя. То есть, только убирать программу. Либо ставить датчик, но только уже новый. Ну, об этой проблеме мы расскажем позже. В данный момент двигатель у нас готов к сборке. Сейчас мы подготавливаем детали, чистим, моем. То есть, все навесное оборудование, как вы видите, столбик пустой абсолютно. То есть, на нем нет ничего. Вот, кроме шкива коленвала, ну и все остальное. Ну, то есть, обычный столбик. Вот, то есть, нам нужны помпа, ролики, ремни, все остальное. Это мы будем сейчас ставить. Вот. Список дефектовки, вы помните, в первом нашем видео мы его озвучили. Поэтому, смотрите, с удовольствием. Кстати, хотел еще добавить. У нас тут не хватает пару деталек, которые я хотел бы озвучить, да? Но мы это все подготовили. У нас это все есть. Не знаю зачем, но ребята, которые рябил этот мотор, снимают эту вещь. Мы никогда ее не откручиваем даже, честно вам скажу. Они зачем-то ее сняли. Ну, может быть, выпирает чем-то, мешает перетранспортировке. Ну, это не важно. В принципе, она у нас есть. Мы ее сейчас прикрутим на место. Самое важное. Теплообменник. Когда ваш двигатель дал стружку в обилие, эту вещь нужно менять однозначно. Почему? Потому что вымыть ее от стружки невозможно. То есть, всегда в ней что-то останется. Это радиатор. Дорогие ребята, это радиатор масляный. В нем, с одной стороны, входят антифризные трубки, подача-обратка. С другой стороны, вход-выход масла. И, соответственно, если у вас есть стружка внутри двигателя, эту вещь сняли и выбросили. Потому что стружка так и останется. И когда вы все это соберете на новом моторе, эта стружка пойдет обратно. Пойдет обратно, будет забивать сначала масляные всякие там сеточки, которые там стоят. Допустим, да, вот здесь вот она стоит. Это сеточка на клапане управления. Плюс у нас там стоят всякие там вкладыши, там в голове, у нас там бугеля в голове. То есть стружка просто убьет новый мотор. Еще один очень важный факт. У нас здесь стоит, как вы видите, кронштейн какой-то непонятной формы, явно не присущий как рестайлинговому Сорренту. Еще один кронштейн. То есть этот двигатель, судя по всему, от дорестайлингового Санта-Фе, скорее всего. Потому что вот эти вот вещи в сборе, они стояли именно на Санта-Фе, там в районе 2010-2011 года. Чем это еще не хорошо? Возможно, я вот точно не помню, но это будет видно только, когда уже двигатель соберешь. У нас придется заменить клапаны управления ВВТ. Почему? Потому что у них в голове разные сверловки. Потому что на старых моторах 2 литра 2.4 у них именно G4KD, G4KE. То есть они были доарестовые, рестовые, там были всякие модификации. Так вот, у них масляные каналы, от которых работают клапаны ВВТ, могут не совпадать. И разница будет именно в самом клапане. Сейчас я продемонстрирую. Вот этот клапан, вы видите, стружечка, это мы все вымоем. Так вот, этот клапан, вот у него идут каналы масляные. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Вот. На дорестовых, это рестайлинговый клапан, на дорестовых машинах у них там эти разрезы не попадают. И механизм ВВТ, то есть изменение угла фазорегулятора, он работает некорректно. То есть, во-первых, может быть ошибка по распредвалу, во-вторых, будет потеря мощности и, возможно, нестабильная работа двигателя. Итак, забыл, кстати, еще сказать. Посмотрите, в какой порядок мы привели наш угловой редуктор. То есть, шлицы, как мы и показывали в первом фильме про дефектовку, у нас вполне нормальные. То есть, но состояние и внешний вид был у нее совершенно не очень. Теперь смотрите, какая красота. Почти как новая. Двигатель наш укомплектован, собран, состыкован с коробкой. Как вы видите, теплообменчик установлен, кронштейн, ну, не знаю даже, как это называется, деталь назвать, кронштейн теплообменника, там, масляного фильтра установлен. Что мы здесь еще сделали? Мы поменяли здесь приводной ремешок, поставили новые ролики приводного ремня. У нас стоит абсолютно новая помпа. Также, то есть, там использовались какие-то паркладки новые, какие-то старые, ну, вернее, не старые, а какие-то детали мы не разбирали, потому что двигатель собранный. Плюс ко всему у нас стоят новые свечи, старые мы, которые были с мотором, побоялись ставить. Вот. Ну и, в принципе, не зря мы их выкрутили, а одна из свечей оказалась на вид совершенно не очень. Могу ее продемонстрировать, если кому интересно. О, смотрите, какая она страшненькая. То есть, ну, так вот, если взять соседнюю свечу, то зазор тут явно больше нормы. Ну, соответственно, мы поставили абсолютно новые, чтобы двигатель это не... Двигатель не затруднял, ну, то есть, не доставало трудностей в работе, и чтобы клиента такие вещи не беспокоили. В принципе, у нас здесь, на этом, можно сказать, почти столе все. Сейчас мы это все перетаскиваем на тележку. И вон тот прекрасный автомобиль, который побывал в очень страшных руках. Вот. И, наконец-то, он попал к нам. Туда мы будем сейчас все это устанавливать. У нас еще, я напомню, кроме того, что мы установим, запустим двигатель, есть еще одна работа, но она уже будет совершенно в другой части нашего полнометражного четырехсерийного фильма. И пока что мы сейчас будем ставить двигатель, будем его запускать. Ну что, друзья, интересная история получается, правда? В попытке купить двигатель 2.4 вполне себе можно вместо КАЕ получить двухлитровый КД. Печальная история, правда? Поэтому в очередной раз говорю о том, что мы всегда готовы ответить на ваши вопросы. Любые вопросы. Да, мы не всегда отвечаем на комментарии, потому что комментариев очень много. Но мы всегда готовы ответить вам по телефону. Приезжайте к нам в гости, привозите свои машины на диагностику. Мы всегда рады вам помочь. И не забывайте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, потому что я хочу, чтобы самый лучший контент вы получали первыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!